Технострой Олимп. Жилье, доступное каждому. Всю эту неделю город будут продолжать будить от зимней спячки, прихорашивать и отмывать. В помощь рабочим рукам спецтехника. Она уже колесит по улицам города. Мощь и боевую готовность грейдеров, экскаваторов и уличных пылесосов продемонстрировали на традиционном параде. И-и-и-и-и Вакуумно-уборочная машина или уличный пылесос – последний ноу-хау коммунальной техники. Зимой втягивает снег и распыляет реагенты, летом с тротуаров очищает пыль и листву. Щетки подметают под себя, а насосы засасывают. У нее сзади бункер, она собирается и потом утилизируется. Бункер рассчитан на кубометр сбора пыли, грязи. А это погрузчик. Техника всесезонная. Хороша как для погрузки щебня и грунта, так и для чистки заснеженных дорог. Просторная кабина, а объем ковша – два с половиной куба. Габариты первым делом оценила Клинская ребятня. Кабина очень большая. Думаю, очень приятно здесь работать. Чтобы научиться на таком тракторе ездить, это большого стоит. Потому что сложно управлять, когда перед тобой такой большой ковш. Тут сложно, наверное, работать. Мы пришли сюда с классом посмотреть на всякие вот эти машины, которые, ну, как бы, нужны для города. То есть они и убираются, вот, лесу там, допустим, убирают, да, и воду как бы поливают сюда. Тут даже кнопочки есть. 25 единиц техники на параде представили МБУ, городское хозяйство, МУП, чистый город, тепловые сети, водоканал и Мосэнерго. И это лишь малая часть коммунального автопарка округа. Только в смену выезжает более сотни машин. Но и этого зачастую не хватает, сетуют коммунальщики. Особенно напряженно работает со зимой. Если у нас зимой идет каждый день снег, конечно, ее недостаточно, да. Если, как у нас начиналась зима, мы так радовались, что, да, снега почти нет, особо, так сказать, да, не нужно было. А тогда, когда уже пошел уже ежедневно, в течение двух недель снег, конечно, уже не справлялись с этим. В этом году по программе губернаторов Клин поступит еще 17 единиц техники. Новые трактора, погрузчики, вышки и бункеры. Новости дня.